Девушки отдыхают Легкомысленные отношения к оформлению документов и банальная неорганизованность привели к настоящей семейной драме. Родные сёстры, ещё недавно любившие друг друга, стали лютыми врагами. Можно ли восстановить мир в суде? Различные негустации, корпоративы. Профессии. То с девочками посетить потом в пятницу, знаете, это всё. А покойники либо хорошо, либо никак, Максим, ну как же так можно? У мужчин с тёщами и так зачастую отношения не очень. А если она ещё и уверена в том, что зять стал причиной смерти дочери, она сделает всё, чтобы превратить его жизнь в ад. Ну как же не стыдно, как тебе ноги-то носит по этой земле? Вы же родная кровь. А почему? А вы сам за кусок земли готовы перегрыть друг другу горло. Если начать строить дом, не позабочившись о его законном оформлении, потом можно лишиться всего. Причём по капризу родной сестры. Истец предъявляет иск о признании договора купли-продажи половины доли квартиры заключённым. О признании права собственности и государственной регистрации. Ответчик Анна Самулёва отказывается продавать сестре свою долю квартиры. Прошу садиться. Слушается дело по иску о признании договора купли-продажи одной-второй квартиры заключённым и о признании права собственности на одну-вторую долю квартиры, и также государственной регистрации доли. Истец Дынкина Вера Николаевна, ответчик Самулёва Анна Николаевна. Истец, я вас слушаю. Ваша честь, дело всё в том, что в 2013 году умерла наша с Саней мама, это моя сестра, и она нам оставила в наследство, вот у меня документы все есть, трёхкомнатную квартиру, которую мы завещали в равных долях. Которую вы получили по завещанию? Получили по завещанию, да, и оформили в равных долях. В равных долях, да. Ещё в этой квартире проживает мой муж и мой сын. Ну, в этой квартире Аня прожила недолго, потому что в 2014 году она мне сказала, что она собирается замуж выходить в очередной раз. Она очень любит замуж выходить. Что значит в очередной раз? У меня любовь. Да, конечно, у тебя постоянная любовь. В общем, она решила выйти замуж, сказала, что у неё любовь появилась, и что муж её живёт в Воронеже, и она собирается уезжать в Воронеж. И попросила у меня выкупить долю в этой квартире. Сказала, что ей нужны срочно деньги. Попросила у меня за эту квартиру полтора миллиона. Мы с мужем посвящались, решили, что, ну, прекрасно, что хорошая идея. И после этого мы с ней, я сняла с счёта, у меня на счету мы копили с мужем, 50 тысяч долларов было. Мы поменяли на полтора миллиона. И я ей эти деньги отдала. Какими-то документами это подтверждается? Дело всё в том, что, я сейчас расскажу, вот это самое главное, что она мне написала расписку о том, что она получила деньги. Вот эта расписка. Это было 17 мая 2014 года. Вот даже число тут есть. Когда я ей сказала, когда мы оформлять квартиру будем, она мне говорит, ты знаешь, я сейчас вот, мне надо уехать срочно, у меня там, надо делать ремонт в квартире мужа, у меня свадебное путешествие. Да, но я занята была, у меня свадьба, ремонт, я должна как-то построить свою личную жизнь. Ну вот. И она уехала. Сказала, что сейчас я не могу это сделать, я приеду. Я даже сделать ничего не могла, но я же не могу силой как-то её ввести. Нет, ну как бы вот до того, как она умчалась, и до того, как вы отдали деньги, надо было либо в нотариальную контору пойти, либо составить договор купли-продажи и пойти зарегистрировать. Да, 17 мая мы с ней написали вот эту расписку. По-моему, 18 или 19-го она уже умчалась в Воронеж. Я всё-таки сестра родная. Скажите, пожалуйста, она свои вещи из квартиры забрала? Она какие-то вещи забрала, да. Забрала свои вещи? Она даже, по-моему, успела выписаться тогда из квартиры. А, и бросалась регистрация. Да, она уехала с чемоданом, да. То есть она собиралась там жить. Она сказала, я буду жить с мужем, я выхожу замуж. Я обратилась, наконец-то она выходит замуж. Всё замечательно. И потом она является, через три года она вдруг является опять. Я как на грех тогда в больнице лежала. Чтобы квартиру зарегистрировать? Да, вот я сейчас расскажу, что было. Я лежу в больнице, а дома был муж мой. И вдруг она как снег на голову, через три года она является, звонит. Говорит, я здесь буду жить. Я развелась с мужем, я буду жить в этой квартире. Но это моя квартира, я к ней привыкла. Муж у меня мягкий человек, он как бы не мог её выгнать, понятное дело. Она нагло вошла, говорит, всё, заняла комнату, я здесь буду жить. Что значит нагло? Это квартира наших родителей. Вы сейчас себя ведёте не очень. Почему? Это моя квартира, я вам замечания делаю. И дам вам слово, и вы тогда выскажетесь. Не перебивайте, пожалуйста. Она заняла квартиру, сказала, я здесь буду жить, ничего не знаю. И зарегистрировалась, вообще никого не спрашивая, ни меня, ни мужа. Живёт в этой квартире. То есть, ну, это просто какое-то безобразие, потому что за эти три года, во-первых, я сделала ремонт в квартире. Вот, у меня здесь все бумаги есть. Я 426 тысяч, вот, у меня расписки все есть, все чеки. То есть, все эти годы вы оплачивали полностью коммунальные услуги? Конечно, я оплачивала, коммунальные услуги раз. Налоги я оплачивала, я сделала ремонт в квартире, 426 тысяч, это тоже немаленькие деньги. Вы говорите, что после того, как, вернее, перед тем, как уехать, ответчик была снята с регистрации, правильно? Да. У вас документы подтверждающие имеются? Это у неё документы, что она снялась с регистрацией. А, выписка резисована, что-то есть, да, да, всё верно. Пожалуйста, передайте документы через судебный выписок. Вот она, выписка, да. И расписку. И вот, самое главное, вот эта вот расписка самая. Уточните, пожалуйста, ваши исковые требования. Я хочу лучше, чтобы на основании вот этой расписки, которую она дала, признали нашу сделку заключённой. И тогда на основе заключённой сделки получается, что она уже продала мне эту квартиру, и чтобы её подать иск, чтобы её выселили из квартиры, чтобы она не жила больше в этой квартире, чтобы она была снята с регистрацией. Хорошо. Так, суду представлена расписка, из которой следует, что Самулёва Анна Николаевна получила от Дынкиной Веры Николаевны указанные паспортные данные, денежную сумму в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей в счёт продажи одной-второй доли трёхкомнатной квартиры по такому-то адресу и обязательства заключить договор. Хорошо. Ответчик, я вас слушаю. Ваше отношение к иску? Ну, я считаю, что это моя квартира, я не собираюсь оттуда выезжать. Я привыкла к этой квартире, живу там с детства, это квартира наших родителей, и мне, в принципе, некуда идти. Ну, вы же не жили там три года. Что значит, вы привыкли к этой квартире? Я действительно несколько лет назад вышла замуж, у меня была большая любовь, переехал в другой город. Я не собиралась возвращаться в эту квартиру. И деньги, которые она мне дала, я отдала мужу. Но он оказался козлом и бабником, гулял там с разными женщинами и деньги не хочет возвращать. Моя проблема. Эти деньги мы потратили на свадьбу, на ремонт в его квартире. Вы за что их получили, эти деньги? Поясните, пожалуйста. За часть квартиры. Но я отдала эти деньги бывшему мужу. И мы с ним развелись. Вот у меня есть свидетельство о расторжении брака. И деньги остались у него. Я никак не могу забрать вообще. Вы получили свои, вы получили деньги в размере полтора миллиона рублей за долю в квартире. Правильно? Имели ли вы намерение продать вашу долю вашей сестре в тот момент, когда получали деньги? Имела намерение, но деньги остались у мужа. У меня сейчас нет. Имела намерение. Выполнили ли вы требования об освобождении квартиры? Вы выехали из квартиры? Да, выехала. Вещи свои забрали? Да, забрала. С регистрационного учета снялись? Да, но я сейчас опять прописалась. Добровольно? Ну, вы прописались, потому что вы не выполнили главные условия. Вы не пошли в регистрационную палату и не зарегистрировали сделку. Правильно? Да, но я готова ей вернуть долг. У меня зарплата 27 тысяч рублей. Да, вопрос не стоит о возврате долга. Вопрос стоит о признании права собственности. А куда мне идти? На улицу? У меня негде жить. Я не старалась возвращаться в квартиру. Скажите, пожалуйста, вот если человек продает квартиру, а через 3 года, 2 года возвращается и говорит, я передумал, заберите, пожалуйста, ваши деньги. Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нормально. То есть любой человек, продав квартиру, по вашему мнению, получив деньги, может вернуться через несколько лет и сказать, я передумал, на, забери свои деньги, а лучше получай их из моей зарплаты. Вот я сейчас готова внести первые деньги. Вот сейчас готова. А кто сейчас вас об этом просит? Вот 10 тысяч рублей возьми, я же верну тебе. Ты чего? Бери, бери. Ответчик, не устраивайте цирк, пожалуйста. Ну я же не отказываюсь, я и верну в течение 12. А вы еще что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Так, истец, ведите себя прилично. Смотрите, богатая нашла, разбрасывайте деньгами. За 12 лет приходят в право. В аренду к зале суда. Истец, вас сейчас удалю. Простите. И вас удалю. А лучше сама удалюсь для внесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Различные дегустации, корпоративы. Профессии. То с девочками поселить потом в пятницу, знаете, это все... Обоконники либо хорошо, либо никак, Максим. Ну как же так можно? Теща всегда будет винеть зятя и оправдывать дочь. Что бы ни случилось. А если дочь уже в могиле, теща ни за что не поверит, что он не приложил к этому руку. Ну как же не стыдно. А как тебе ноги-то носится по этой земле? Мы же родная кровь. А почему мне? А вы там из запусков земли готовы перегрызть друг другу горло. В любой семье есть свои скелеты в шкафу. И разобраться, кто обманул пожилого, пьющего и никому не нужного дядюшку, сможет только суд. Разбрасываешься деньгами, я смотрю, больно богато, я должна собирать. Не надо мне кидать подачку. Это ты должна ползать с деньгами. Ты мне подачку кидаешь. Ничего я тебе не кидаю подачку. Крежит возьми тогда. Иша решила. Я сказала, я верну. Я сказала, я верну. Разбрасывается она дядюшками. Богатая такая, значит, людей вообще не нужны, если такая богатая. Прошу садиться. Углашается решение суда. Суд принял решение. Иск удовлетворить. Признать за истцом право собственности на одну-вторую долю квартиры, принадлежащую ответчице. Обязать государственную регистрационную службу произвести регистрацию перехода права собственности на данную долю квартиры от ответчицы к истцу. Соответственно, иск о выселении и снятии с регистрационного учета ответчицы также удовлетворить. Срок на выселение суд предоставляет вам в течение одного месяца. Суд удовлетворяет данные исковые требования и признает за истцом право собственности на одну-вторую долю в квартире, так как признает представленную расписку за письменную форму договора купли-продажи, что соответствует статье 550 Гражданского кодекса Российской Федерации. В представленной расписке указаны все существенные условия договора купли-продажи. То есть объект, непосредственно доля в квартире, адрес, условия и цена данной доли в квартире, которая на тот момент соответствовала 1 миллиону 500 тысяч рублей. Также данные существенные условия находятся в соответствии со статьей 454 часть 1 и 549 часть 1 и 550 Гражданского кодекса Российской Федерации. Решение понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что наконец-то восторжествовала справедливость. Единственное, что я поняла, ошибки я совершила, что не надо было мне доверять своей сестре, и надо было все оформлять по закону. Я вообще не понимаю решение суда. Бывший муж выгнал, родная сестра выгнала. Ну куда мне идти, на панель, что ли, бомжевать, что ли? Что за решение такое? Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Слушается дело. Елена Кутина. Что случилось? Все нормально. Ничего. Может быть, вам требуется врач? Нет, нет, нет. Судья. Она ранима. Ваши действия совершенно недопустимы. И ваше счастье, и счастье, наверное, всех нас, что ребенок будет расти в семье. Меня до слез довели. И эмоционально. Ну объясните мне, как можно любить человека и не хотеть от него родить ребенка? Она кокетлива. Что? Ничего. Ага. Умна и беспристрашна. Выбирайте, пожалуйста, слово. Я его шантажировал, я ему угрожал, я его предупредил. Я его предупредил. А, вам нравится слово предупредил. Мне нравится слово предупредил. А по сути-то вообще-то не меняется ничего. Смотрите дела семейные с Еленой Кучиной по будням на телеканале МИР. Из ЦИХ Галина и Вячеслав Тугаевы предъявляют иск об определении супружеской доли умершей дочери в размере одной-второй доли квартиры и признании за ними права собственности на эту долю. Ответчик Максим Смолин иск не признает. Слушается дело по иску об определении супружеской доли умершей дочери в размере одной-второй доли квартиры и о признании за каждым из истцов право собственности в порядке наследования по закону на одну-четвертую доли квартиры каждому. Из ЦИХ Тугаева Галина Андреевна, Тугаев Вячеслав Николаевич. Галина Андреевна представляет интересы своего мужа по доверенности. Доверенность передайте через судебного пристава. Спасибо. Ответчик Смолин Максим Владимирович. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, мы просим удовлетворить иск о выделении супружеской части квартиры и признать нас правоприемниками. Квартиру приобретали в браке. Наследниками. Наследниками. Это Максим, мой бывший зять, и моя дочь Светлана. Но они уже не живут в браке. А Светлана моя, она умерла пять месяцев назад. На момент ее смерти брак был расторган. Был расторган, они уже не жили. В браке было приобретено имущество. Да. Какое имущество было приобретено в браке? Вот в браке была приобретена квартира. Квартира. Квартира была записана на Максима. Но квартира была зарегистрирована на ответчика. Да, на Максима, на бывшего зятя. Но деньги давала наша дочь Светлана. Все деньги? А какой ты человек? Или все-таки это было супружеское имущество? Это было супружеское имущество. Это было супружеское имущество. Понятно. То есть вы не оспариваете того, что это было брачным имуществом. Скажите, пожалуйста, после расторжения брака, сколько времени прошло? После расторжения брака между ответчиком и вашей дочерью? Прошло два года, ваша честь. Прошло два года. Был ли раздел имущества в судебном порядке, либо по договоренности, по соглашению? Нет, ваша честь. Не было. Имущества разделено не было. Нет. Хорошо. Основные обстоятельства мы выяснили. Пожалуйста, поясните теперь, на чем основаны ваши требования. Что вы просите у суда? Вы понимаете, Ваша честь, когда они официально развелись, Максим проявил себя очень жестоко. Он терроризировал нашу Светлану. Да я ей пальцы не трогал. Он издевался над ней. После развода? После развода. Но понимаете, они были вынуждены жить в этой же квартире, потому что других условий не было. Они проживали совместно. И вот за этот период она столько натерпелась от него. Он даже закрывал ее на целый день. И вот... Почему она не приехала к вам жить? С нами живет сын и его семья. Квартира у нас не очень большая. Почему она не разделила квартиру, не попыталась как-то... Вы же говорите, раздела имущества не было. Квартира какая? Трехкомнатная? Двухкомнатная? Какая квартира? Да не у вас. И у нас двухкомнатная, и там двухкомнатная. Двухкомнатная квартира. Так, продолжайте. И вот, когда мы похоронили нашу дочь, мы вместе с мужем пришли к Максиму. И попросили его вернуть все, что принадлежало нашей девочке. Можно у вас водички попросить? Да, водички, пожалуйста, принесите. Он вытащил нам шубку, Светланину. Светланину шубку отдал золото, которое ей принадлежало, и ноутбук. Вот когда открылось право подать список, мы все это в список внесли. Но здесь же мы в список внесли и квартиру, которая вот... То есть вы пошли в нотариальную контору и заявили о своих правах как наследников после смерти дочери, так как вы являетесь наследниками первой очереди. Да, Ваша честь, да. Так, и что вам нотариус сказала? Нотариус сказал, что нужно идти в суд. Ну вот мы и пришли... Что нужно идти в суд, определять супружескую долю. Так как у вашей дочери фактически доля не была выделена после расторжения брака. Правильно? Да. И это вы просите у суда. Да. Так? А квартира была... Передайте, пожалуйста, документы. Судебный пристав, будьте добры. Все, пожалуйста, успокойтесь. Так, ответчик, слушаю вас. Ваша честь, я... Вы иск признаете? Нет, я с иском не согласен. Почему? Ну так как квартира оформлена на меня, и весь наш развод по факту является эффективным, потому что он являлся некой такой отчаянной мерой воспитательной стороны Света, потому что Света... Кто кого воспитывал? Я. Вы воспитывали? Да, потому что Света, ну мягко говоря, была любительницей выпить. Максим, что ж ты говоришь-то такое? Ты вспомни, где она работала? Да разве там можно работать? Вот с этого как раз таки все началось. Света, она работала в крупной фирме по оптовым поставкам алкоголя. И там различные дегустации, корпоративы. Это профессия. То с девочками посидеть потом в пятницу, знаете, это все... А в баконнике либо хорошо, либо никак, Максим, ну как же так можно? Да, ответчик, вы все-таки, пожалуйста, отнеситесь с пониманием и уважением к горе и сца. Я не могу вам этого сказать при страсти вашей дочери к алкоголю, потому что... Ответчик, пожалуйста, по существу дело, почему вы не согласны с иском? Вы считаете, что данная квартира не является супружеским имуществом? Или все-таки эта квартира приобретена в браке? Да, она приобреталась в браке. На совместные супружеские средства, правильно? Да, все верно. Вот, я готов, в принципе, на одну четвертую, чтобы выделить, на двоих, то есть по одной шестой квартиры. И готов... Если одна четвертая, по одной восьмой тогда выделяется. По одной восьмой, извините, да, пожалуйста. Вот, и готов компенсировать и в денежном эквиваленте это все. Что именно? Часть квартиры. Вот эту одну... А почему вы готовы одну четвертую выделить и компенсировать? Чтобы квартира полностью перешла ко мне в собственность. А почему одну четвертую? Ну, потому что квартира записана на меня, и я как муж, я все-таки не считаю, что наш развод являлся... А, вы не считаете, что ваш развод настоящий? Настоящий, да, потому что я говорю... То есть так, как вы расторгли брак в воспитательных целях, и вы считаете, что вы остаетесь мужем вашей... Да, и имеете право на право, да, на одну, вторую... И имеете право как наследник на ее долю в том числе. То есть, по сути дела, на выделение супружеской доли, то есть с выделением супружеской доли, вы согласны? Правильно я вас понимаю? Вы признаете, что квартира приобретена в браке, и... Да, ваша счастье. Одна, вторая должна была быть принадлежать... Должна была принадлежать вашей жене. Просто, когда в суде, когда был развод непосредственно, у нас даже не шло речи о том, чтобы делить имущество. Потому что, я опять же говорю, я хотел тем самым Свету всего лишь припугнуть, чтобы она как-то завязалась своими пристрастиями к алкоголю. И она уходила, да, она уходила в запой, ее уволили с работы, вот на этой почве. И я ей пригрозил, собственно, разводом. Да, она продолжала выпивать, и мне ничего не оставалось делать, как исполнили свое обещание. Мы развелись, вот, и вроде как это отрезвило ее немножко. Она согласилась даже на лечение в клинике. Я проплатил ей лечение в частной хорошей клинике, вот у меня есть выписка. По этому поводу. То есть после развода вы остались проживать вместе? Да, да, мы остались проживать вместе, как полноценная семейная пара. От безвыходности положения, Максим. У нас был общий бюджет, то есть мы спали в одной кровати, по факту мы оставались мужем и женой, понимаете? То есть вы помогали жене лечиться в клинике? Определили ее в клинику, и дальше? Что произошло? Ну, полгода мы вроде нормально пожили, то есть все вернулось на круги своя, но в очередной раз она сорвалась и стала, знаете, выходить даже из дома, пить с случайными прохожими, там, чуть ли не с бомжами возле метро. Я ее искал по всему городу, вот, и я ничего не стала сделать, как закрывать ее дома на ключ, чтобы она не совершала таких вот походов. И вот в каком-то очередном запое, загуле, у нее, не знаю, там, может быть, там трубы горели, она попыталась вылезти из окна по водосочной трубе, и вот сорвалась, случилась вот такая вот трагедия. Это было трагическое сечение обстоятельств, не более. Единственная моя ошибка, наверное, в этом то, что я очень сильно любил Свету и пытался до последнего момента сохранить наши отношения, наш брак. То есть я так понимаю, что вы вините себя в ее смерти? Конечно. В этом есть, конечно, доля. Ну ладно, документы передайте, пожалуйста. Да, действительно, выписка лежала в клинике ваша дочь, лечилась от алкоголизма. Я, Галина Андреевна, не хотела вам об этом говорить, это просто я хотела использовать ее как очередную воспитательную меру, понимаете? Она очень... Она, чтобы поняла, вас тут удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ну как же не стыдно, как тебе ноги-то носит сама по этой земле? Вы же родная кровь. А почему мне стыдно должно быть? А вы сама за кусок земли этой готовы перегрыть друг другу горло. Если начать строить дом, не позабочившись о его законном оформлении, потом можно лишиться всего. Причем по капризу родной сестры. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, определить супружескую долю умершей дочери в размере одной-второй доли в квартире, в спорной квартире. Данный иск удовлетворяется в связи с тем, что в судебном заседании установлено, что спорная квартира приобретена в браке с ответчиком, то есть умершей в браке с ответчиком и является супружеским имуществом. И в этом случае, в соответствии с законом, в соответствии со статьей 34 семейного кодекса, является совместным имуществом. Родители умершие являются наследниками первой очереди и после выделения супружеской доли имеют право на наследство в равных долях, так как иных наследников нет. Истец, разъясняю вам, брак между вами и умерший был расторгнут. Закон не знает такого понятия, как расторжение брака в воспитательных целях. Расторжение брака – это расторжение брака, это прекращение прав и обязанностей. После того, как вы расторгли брак, вы перестали быть в том числе и наследником вашей супруги, теперь уже бывшей супруги. То, что между вами сохранились отношения, даже, как вы говорите, супружеские отношения, никакого отношения к наследованию не имеют. Решение понятно? Да, ваше честь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Теперь мы сможем поселить в эту квартиру сына с семьей. Я очень любил Свету и пытался ее спасти, но, к сожалению, мне этого не удалось, и теперь мне приходится делить квартиру в суде с ее родителями. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнешних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Дела семейные» бесплатная юридическая консультация. Знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Истец Андрей Семенов требует исключить его дом и часть участка и состава наследуемого имущества. Ответчик Ольга Семенова утверждает, что спорный объект является хозпостройкой. Слушается дело по иску об исключении дома и части земельного участка из состава наследственного имущества. Истец Семенов Андрей Романович, ответчик Ольга Романовна Семенова. Так, истец, слушаю вас. Ваша честь, у меня тут доказательство, дело очень серьезное. Я очень хорошо подготовился. Вот здесь дети собрали все документы, там реестры всякие, вот видео есть. Где можно подключиться? Скажите, пожалуйста. Подождите, истец. Сначала изложите ваши исковые требования. Что вы просите у суда, о чем заявлен ваш иск и поясните обстоятельства. А потом посмотрим ваши доказательства. Хорошо, спасибо. Ваша честь, значит, я жил с матерью, вместе со своей семьей, на участке, который принадлежит матери, в старом доме. Потом у меня родился второй ребенок. Я попросил маму, она была согласна, чтобы я рядом построил дом для себя отдельно. На этом же земельном участке? На этом же земельном участке. Место позволяло. Я построил себе дом, справился за два года. Все сделал хорошо. Единственное, что мы не успели документы оформить. Я считал, что успеется всегда. Но все сделали честь по чести. Забор построил отдельный. Вот у меня здесь, я приготовил план. Это план земельного участка, правильно? Вот это дом моей матери и моя семья. Это старый дом, где вы все вместе жили. А это вот разделил забором, построил новый дом. Отдельный въезд сделал. Все ченпачину. И все были согласны. И в том числе, кстати, и моя сестра. Весь земельный участок принадлежал вашей матери. Да. И старый дом. И надо было просто документально разделить, что это, по документам, что это вот будет мой дом и мой участок в 12 соток. Вот. Значит, справили мы новоселье. Сестра была на этом новоселье. Кстати, видео есть у меня. Вот, пожалуйста. Я могу показать, что... Подождите, ответчик. К доказательствам мы вернемся немножко позже. Да. Продолжайте. И пошли уже оформлять документально, значит, о разделе. О разделе чего? О разделе земельного участка? О разделе земельного участка и, значит, дома отдельно. Поехали с мамой в земельный комитет. Подали заявление собственноручно мамой написанное. Все у нас поставили в очередь. О чем? О чем было заявление? Заявление о том, о разделе участка на две половины, о размежевании. О размежевании. Мама написала заявление собственноручно. Мы отдали это заявление, нас поставили в очередь, там в очередь. Вот нам на месяц дали сроку. И в это время неожиданно мама умерла. Вот совершенно не болея, ничего. Утром пришел к ней, она умерла во сне. Вот такие вот скорбные дела. Она уже была старенькая, 87 лет. То есть раздел участка не произошел? Да, не успели это оформить. Вот были похороны. Приезжала сестра, кстати, на похороны, да. Она сама предложила разделить наследство пополам. Я был согласен. Кто предложил? Сестра Ольга, моя родная сестра. Предложила разделить наследство пополам. Очень хорошо, замечательно. Мы пошли к нотариусу. И вдруг ей, не знаю, может быть, она специально это откладывала. На последний момент она сказала, раз нет документально оформленного дома, значит, этот дом не считается. Это будет как будто бы какая-то хозпостройка. Да я с самого начала уже говорю пополам. Я и сейчас предлагаю делить пополам. В общем, не согласилась. Решила, значит, оттяпать у меня это вот пол моего дома. Ну, вас двое наследников? Больше наследников нет? Да, нет, все, мы вдвоем. Она не оставила завещание. Ну, вот так вот получилось. Неожиданно умерла. Хорошо, какие доказательства вы хотите представить? А есть у меня, значит, план дома, это сам собой. Ее, собственно, ручное заявление. Еще вопрос, как ты продиктовала это заявление-то? Что значит продиктовала? Она старая уже была, не соображала ничего. Все хорошо. Да и ты же была, Ольга, согласна. Я была согласна пополам делить участок. Перед людьми. Я и сейчас предлагаю пополам делить участок со всеми хозяйственными построителями. Да кто же мог подумать, что ты позаришься именно на мой дом? Да какой это дом? Это хозблок. Вот так вот. Здрасте. Дом с мезонином, особняк, можно сказать, хозблок. Ну вот вы видите, не совести передать. Через судебного пристава. Вот, пожалуйста, все документы есть. Все документально подтверждено. И в компьютере у меня есть все. Видео есть о том, что был, она была вот на этом самом, на, у меня, на новоселье. Что это? Это компьютер. Я вижу, что это компьютер. Подключить его только надо. Там есть видео о новоселье, где мама мне говорила тост, что наконец-то, сынок, ты будешь отдельно жить, самостоятельно. И все, и сестра... Откуда вы это все привезли? Из дома привезли. У меня все здесь собрано. Дети мне сняли, собрали все документы. Там всякие вот есть справочки. Все, все, все документы. Откуда вы приехали? Ну, из деревни, где мы живем. Из деревни? Да. С компьютером ехали из деревни? Ну, а что ж? Да, дело серьезное. Ну, что вы, этот дом, я два года его строил. Ну, как, я все приготовил. Ну, зря вы, конечно, это все везли. Достаточно было диска или флешки. Вот это я не знаю. Я уже привез все с собой, чтобы это... Я вижу, что вы все с собой принесли. У вас же есть возможность подключить, посмотреть. Пожалуйста. Я вас прошу, Ваша честь, исключите из наследственного дела мой участок 12 соток и дом мой 235 квадратных метров, который построил за свои собственные средства. Скажите, дом зарегистрирован? Не успели. Никак не зарегистрировано? То есть, фактически, это самовольно возведенная постройка в настоящее время. Правильно? Это постройка на участке моей мамы. Я понимаю. С ее разрешением, с ее согласием. Письменное разрешение матери есть? Да. Есть ее заявление в земельный комитет о размежевании ее участка, чтобы выделить ее отдельное. Значит, документа о размежевании нет, есть только заявление вашей матери. Правильно? Да, собственно, ручно. Есть ли в этой папке представлены доказательства того, что вы строили дом со всеми доказательствами? Что касается видео, то разъясняю вам, эстет, что суд не имеет возможности в таком виде принять ваши доказательства. Как вы можете, пожалуйста, я еще другие документы дам. Я вам уже объяснила, что вы могли привести с собой доказательства в виде диска, либо флеш-карты, представить его суду, надлежащий. Но зато вы притащили компьютер. Такую тяжесть тащили из деревни. А дети сделали, они включали дома. Поэтому убирайте, пожалуйста, пока это у вас все не свалилось, а то уедете без компьютера. Я вас очень прошу, вы все-таки посмотрите, что там есть. Я не могу посмотреть то, что у вас в компьютере, я могу посмотреть документы, которые вы представили. Документы все есть, все в порядке. Слушаем ответчика. Естественно, я не согласна с тем, что мать давала ему добро на размежевание. Ты не согласна, мать была согласна. Подождите, ответчик, у нас иск не об этом. Здесь речь идет об исключении этого дома, построенного, и части земельного участка из наследственного имущества. Поскольку размежевание не было произведено, весь этот участок является участком моей матери. И по закону это должно быть поделено между нами пополам. То, что он там самовольно построил, у нас тоже ларьки построили около метро, их уже снесли. Миленька, это дом, а там дня целый. Это хозблок, потому что он находится на территории участка матери, где уже был жилой дом, в котором мать проживала. Я могу доказать, что мать была против размежевания, потому что вот я взяла документы из реестра о недвижимости, и там указано, что несколько лет назад в этом доме, кроме матери собственника, был еще собственник мой дядя, ее материн брат. Потом вдруг он почему-то переписывает свою долю на мать, ну и растворяется в неизвестном направлении. Но в настоящее время дом оформлен на мать? Это да, это дом матери. И участок принадлежит вашей умершей матери, правильно? У него и детей, нам пополам надо все это и поделить. Но брательник мой Андрюха жил в городе, у него там была квартира, вдруг он приезжает жить к матери. То есть он совершенно в городскую жизнь не вписался, у него там были долги, у него там не было нормальной работы. Это твоя домушка, миленькая Олечка, все у меня там было нормально. Мама просто старая стала уже. И вдруг у него откуда-то появляются деньги на строительство вот такого вот здоровенного хозблока. То есть, ну почему вы считаете, что это хозблок, а не дом? Ну потому что дом уже там есть материн. Ну что, вот второй дом построен рядом. Ну, он документы-то не оформил, нормальные люди сперва документы оформляют, а потом же строительство начинает. Ну хорошо, он документы не оформил, но тем не менее, это же не хоз, это же совершенно очевидно. Истец, подождите секунду, истец, позвольте суду разобраться. Извините, ваш чест. Почему вы называете это хозблоком? Ну потому что дом уже был материн и участок матери. Ну что, на участке теперь второй дом. Ну нельзя два дома на участке строить, можно только еще хозяйство и построить. А если бы при жизни матери дом был оформлен? Нет, ну тогда... Просто не успели. Тогда это был бы не хозблок. Ты была согласна. Так он был бы оформлен на мать, и мы бы тоже это делили. Не на мать, а на меня оформляли. У нее было заявление на то, чтобы отделить на меня и мне отдать. Я не знаю... Ты видела это заявление? Прошу, ответьте, истец, вы должны приказать и спорить. Я не знаю, что там ей... Заявлен спор, но решать ваш спор будет суд. А вы спорите между собой. И так понятно, что вы не можете договориться. Так? Да как тут договориться? Как вы предлагаете поделить дом на следственное имущество? Каким образом вы... Ну, все пополам, по закону. Ну, как пополам? Это от меня просто оттяпать. То, что я, собственно, руками строил два года за свои средства. А ты не за свои средства это строил? Истец, вы понимаете, что ваш дом вообще не входит в наследственное имущество? Да. Его нет по документам. Вот вы заявляете исключить дом из наследственного имущества. То есть она... А его не существует. Ага. То есть она ничего не от тебя... Нет, я не говорю, что она... Нет. Вот, Толечка, видишь, как ты. Нет у вас ни хозблока, ни дома, возведенного на участке. Он его вообще не на свои деньги построил. Он дядю ограбил. Это какое имеет отношение к делу? Вот. Не надо наговаривать. Прямое. Это не его дом получается. Это получается на дядю деньги построено. Что-то его приплетать. Дядя, кстати, может за меня заступиться. Я его, кстати, позвал сегодня. Скажите, эстет, скажите, эстет, как вы хотите, чтобы был разделен земельный участок и дом? Ну, как есть по факту. Вот, поделен он уже фактически забором, отдельными въездами. Это мой участок, на который согласились все. И мама, которая владелец, и сестра, все были согласны. Я хочу, чтобы это было мое, а разделили по наследству вот этот участок и мамин дом. Все. А, то есть вы претендуете и на долю в мамин дом? Конечно, а как же. Ну, это моя мама и ее мама, это наше общее вот это вот имущество. Хорошо. И... А вы с иском не согласны? Конечно, не согласны. Подтверждение моих слов. Заявлен свидетель. Можно позвать брата мамы умершей. Он здесь, он заступится за меня. Пожалуйста, позовите и вызовите. Позовите, пожалуйста, свидетеля. Свидетель отца, войдите. Ну, дядь Коль, заступайся, отмоли. Представьтесь, пожалуйста. Семенов я, Николай Павлович, дядя вот Андрея. Хорошо, что вы можете пояснить по заявленному иску? Ну, я согласен с... Видел, как я строил, ты помогал. Я сам помогал ему строить самая... Сестра моя, мама... То есть вы хотите подтвердить суду, что действительно истец возвел дом на земельном участке принадлежащей матери? Да, сестра моя была согласна тоже, чтобы он сам построил отдельно. Все-таки у него само двое детей. Конечно, ему нужно самоотдельно жить. И он сам строил на свои денежные средства? Да, на свои денежные средства. Да как на свои, когда он тебе комнату обещал, а сам ее продал? Подождите, ответчик. А, поясните, пожалуйста, каким образом строился дом? На чьи денежные средства? Ну, может быть, были у него и накопления. Вот. Ну, как я могу догадываться, то, что он мне обещал комнату. Вот. Ну, пока самодокументы были готовились на оформление этих комнат на меня, вот, он предложил мне пожить в доме престарелых. Он описал мне там условия все и прочее. Ну, и правда сама, я в доме престарелых жил вообще козырно. Все там трехразовое питание, уход. Что за комната? Какое отношение имеет комната, дом престарелых к иску? Дядя-то тоже проживал в материном доме. Вот я принесла документы, что они же были оба собственники этого дома-то. И вот чтобы дядя выехал из дома, брательник Андрюха его обманул. Он ему говорит, я тебе комнату в городе предоставлю. Ну, а дядя, ну, он и сидел, и он пьющий человек, и вообще соображает плохо. Наговариваешь, а? Он и согласился. Что я, акашка? И говорит, да, вот поеду, думает, в городе лучше в комнате жить. А тот ему говорит, а ты пока поживи в доме престарелых. А комната кому принадлежала? Брательнику. Все наоборот, в вашу честь. Подождите, естественно. У него двухкомнатная квартира была. Двухкомнатная квартира в городе. Ну, как же не стыдно, как тебе ноги-то носятся по этой земле? Вы же родная кровь. А почему? А вы за кусок земли готовы пригрызть друг другу горло? Да это он готов. Так, все, здорово. Суд удаляется для вынесения решения. В следующей программе. Какое-то время, недолгий срок совсем, ну, там, несколько месяцев. Сколько месяцев? Ну, да, ну, полтора года. Где девочка-то жила в это время? Девочка, да, жила. На кухне. На кухне, да, спала на диване. Оставшись без родителей, 16-летняя девочка возненавидела родную тетку, объявившую, что она будет заботиться о сироте. Забота, правда, оказалась своеобразной. Родственница выселила племянницу в общежитие, отобрала у нее все деньги и требует сделать аборт. На замечательном новом ковре раскиданы вещи, нижнее белье. Делось бы рассказывать такое. А вот этот вот красавец кувыркается со своей любовницей на диване, да, и все это под картинку форна на большой плазме. Могут ли супруги после скандального развода мирно сосуществовать под одной крышей? Конечно, нет. Пока жертвой бытовой войны стало имущество бывшего мужа. Но пострадавший уверен, что это только начало. Ну, давайте посмотрим. Вот выйди, вот выйди, пожалуйста. Ну, выйди, выйди. Музыканты твои выходят. Жена заявила мужу, что любит его, но отцом ее ребенка он быть недостоин и стала убеждать всех вокруг, что рожать лучше от неизвестного идеального донора. Что кроется за такими словами? Измена или другая тайна? Откроется в суде. Оглашается решение суда. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования в связи с тем, что земельный участок, равно как и дом, принадлежащий вашей матери, является целым, единым имуществом. Ваша ошибка заключается в том, что вы фактически сами себе усложнили жизнь. Если вы говорите, что ваш дядя хотел в вашу пользу отказаться от своей доли в доме за комнату или за что-то еще, неважно, вам надо было сразу оформлять документы надлежащим образом. То есть ваш дядя должен был вам подарить или продать свою долю. Вы же зачем-то сделали так, что весь дом и земельный участок стал принадлежать матери. Теперь именно это имущество стало наследственным. Ваш дом, истец, который вы построили, не оформлен. Размежевание земли не произошло. Если даже оно бы произошло, после этого ваша мать должна была вам передать в собственность этот кусок земли. И тогда это принадлежало бы вам. В настоящее время вы между собой должны как-то договариваться и после того, как вы получите доли, уже определять порядок пользования домом, земельным участком. Подумайте, в принципе, я вам дала подсказку, каким образом вам нужно решить эту проблему. Дорожение судья. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Все, что нажито непосильным трудом, коту под хвост. Это не сестра. Жада-жаба. Есть бог на свете. Я знала, что правда на моей стороне, а они нарушили закон и получили по заслугам. Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Ты в суд пришла, или в кабак? Люда, ты в суд пришла, или в кабак? И его вылечить и в баскет. А ты сама работаешь, сожитель твой работает. Да мы на что, на папе с нам посидеть. У церкви стоять, побираться. Побирайтесь так. Да ты услышь ты меня, Господи, хоть бейся на суде. Я твоя родная мать, ты променял меня на эту, извините. Все это дела семейные. Родная кровь. Подумайся, что мне это делать. . . . .